Ты думаешь, классно пилить видео ночью в деревенской подсобке? Нет, классно, когда у тебя есть яйца. Здравствуйте, дорогие мои друзья, это продолжение эстафеты после Яндекс.Бара. Яндекс.Крут. Пока все ненавидят Майл.Ру, Яндекс.Доминирует и делает то же самое, что делает Майл.Ру. Яндекс.Бар умер, и это значит, что у нас сегодня наследник Яндекс.Элемент. То же самое, что Яндекс.Бар, но с обнуленной репутацией. Нажимаем установить, нас выкидывают в интернет-магазин Хром. Устанавливаем, товарищи, соглашаемся, короче, бла-бла-бла. Я пропускаю, как я устанавливаю весь пакет. Устанавливаем последний элемент переводы, и он не работает. Хрен его знает почему. Ну а теперь, правда, Яндекс.Бар провалился. Он стал раздражать пользователей, поэтому Яндекс решил изменить стратегию. Вместо того, чтобы распространять бар отдельно, его навязывать, они решили не идти по пути Майл.Ру. А точнее, пошли по пути Майл.Ру только грамотно. Они начали продвигать собственный браузер на основе Хромиума. Ну как-то мягенько, с легенькой рекламкой, с Алисой. Ну суть та же. Это обычный Хромиум, просто нагруженный сервисами Яндекс. Дабы не делать вид, что Яндекс.Бар откровенное говно и никому не нужно, они решили часть функций, которые по сути не совсем включены в Яндекс.Браузер, распространять отдельно по типу Яндекс.Элемент. Тут не к чему привязаться. Дело в том, что все вот эти элементы являются расширениями в составе магазина Google Chrome. Поэтому к чему тут цепляться? Мне трудно представить нормального человека, который будет себе вот это устанавливать в здравом уме отдельно в свой нормальный браузер. Это или Яндекса Дрочер, или я не знаю кто. В других основных случаях все это дело попадает к вам на компьютер вместе с Яндекс.Браузером. Самое адовое, что я здесь вижу, это установка поиска из стартовой страницы Яндекс. Поиск как поиск, только в своем поиске в самом старте. Поиска они предлагают не совсем честных своих клиентов, которые покупают рекламу в Яндекс.Директ. Например, вы пишете купить Sony PlayStation 4. Сначала будут показаны шарлатанские различные ресурсы, или же непонятно кто, а потом уже оригинальный сайт. Что я тут установил? Ну, это у нас закладки. Ничего интересного, просто те сайты, которые я посещаю, появились тут в этих кубиках. Они же кубики, которые были в опере тысячу лет назад. Также здесь появился Яндекс.Дзен. Различные тупорылые статьи. Реклама 21 века, где долбанные цены на железо просто зашкаливают. Статьи про престарелых актрис, котики, коронавирус, проклава из Мимино, то есть новости сомнительного содержания. Плюс вы получаете рекламу. Реклама Windows 7, точнее продажа Windows 7. Короче, ребят, это полная дичь. Полное днище. Можете сами попробовать, если вы мне не верите. Это настолько все плохо. И вы это должны себе добровольно установить на ваш браузер. Вот эта шляпа с самой коробки имеет место существовать в Яндекс.Браузере. Хотя говорят, что данное говно даже можно отключить. Но мне уже становится дурно. Дальше тупо маркет. То есть это магазин, где вы типа что-то должны купить. Таких магазинов, как Яндекс.Маркет, куча. Уйма. То есть устанавливая данное говно, вы себе получаете огромное количество спама. Магазин. Так, а это что? Я уже забыл даже, что поставил. Что это вообще? Это что? Ютуб? И что? Я так и не понял, зачем это. Видимо, когда ты смотришь ролик на Ютубе, ты можешь пролистывать туда-назад. Охереть функция, но она мне вообще не нужна. Притом реклама региональная. Например, 21 век. Это просто уйма дорогущего оборудования. Например, 730 GT GDDR5 на 2 гига. Ценой 228 рублей белорусских. На других нормальных магазинах. Например, я себе купил RX 550. 4 гига GDDR5. А это конкурент 1030, даже мощнее, за 180 белорусских рублей. Тут они 730 толкают за 228. Естественно, они покупают рекламу. Знаете у кого? У Яндекс Директ. В этом магазине... Мне сейчас плохо станет. RX 550 2 гига стоит 254 рубля. А 1030 274 рубля. Бегите от Яндекс как можно дальше, ребят. Ничего полезного в Яндексе нет. Особенно в Яндекс Элементе. В Яндекс Браузере, я повторяюсь, единственная функция, которая мне нравится, это Яндекс Алиса. И то она у меня тут не установлена. Если я захочу себе купить аккумулятор, я пойду его и куплю. Если я себе захочу купить компьютерное железо, я найду лучше магазин, чем 21 век. Я не хочу читать тупорылые новости. Мне плевать на мегафон. Понимаете? Моя задача показать саму суть данного продукта. И почему они мне предлагают постоянно купить себе Windows 7. Эпоха 70-х, 80-х, 90-х, 60-х давным-давно прошла. Но звезды 2000-х оказались по максимуму бездарными. Они дерьмово пели, они не выступали толком на стадионах. И весь ресурс быстро выработан. Именно поэтому они вкладывают деньги в пиар. И данный пиар отражается на вашем браузере. А это именно если вы используете сервисы Яндекс, господа. Вот это отожгла Семенович. Кто такая Семенович? То ли Viagra, то ли еще какая-то группа. Короче, очередные поющие трусы, которые не поют уже очень много лет. И не та грудь, и обвисла, и вообще она никакая. Однако ты вынужден про нее читать. Мне лично на нее насрать. Как вы к этому относитесь? 50-летнюю потажную блондинку в теле модный приговор. Я не смотрел модный приговор. Мне насрать. Снова Семенович. Когда последний раз вы слышали, чтобы Семенович что-то пела? Очень давно. Она уже давно ничего не пела. Нагиев. Он уже всех достал. Но этот хотя бы что-то еще делает. Пугачева Арбакайте. Тоже много чего нового поют. Катя Семенова. Я не знаю, кто это. Но, видимо, она заплатила пиарщикам деньги. Саму суть вы поняли, ребят. Кто платит, тот в этой ленте и отображается. А кто это? Это всяческие жены, всяких богачей, продюсеров. Какая-то Эвелина Хомченко. Понятия не имею, кто это. Бабкина, которая уже тысячу лет ничего нового не поет. Даже народных песен. Все старое. Итак, суть вы поняли. Яндекс.Элемент. Это полностью хлам. Совершенно вам не нужный. Лично для меня это 100% раздражитель. Не, вы, конечно, напишите. Может, что-то полезное есть. Ничего полезного я тут не нашел. Закладки эти ничем не полезны. Вот эти вот тупорылые новости ничем не полезны. Яндекс.Маркет вообще ничем не полезен. Особенно для белорусов. Что Яндекс.Бар говно, что это говно. Это мое личное мнение. Пишите комментарии. Я просто поставил и показал, что это вообще такое. Всем пока. Спасибо за внимание. Я у вас заберу еще одну минутку, господа. Если вы хотите предложить тему для ролика, обсудить сам ролик, да или просто поболтать, у нас есть Телеграм. Заходите, есть ссылка в описании. Ну и, конечно, наш Дискорд. Сейчас это не просто сервер для общения, но еще и игровой сервер, так как у нас есть собственный сервер по Майнкрафту. Совершенно некоммерческий, без випов и другой непонятный. Неприятные ерунды. Ссылка также есть в описании. Приходите, пообщаемся. Теперь точно всем пока.